По статистике, больше половины жителей городов работают или учатся в относительной близости от места проживания. Тем не менее, даже расстояние в 5 или 10 километров многие предпочитают преодолевать на автомобиле. Многие автолюбители в этот день также вышли из подъезда. Привычным жестом достали ключи от автомобиля, чтобы завести своего железного коня. Но некоторые, к сожалению, немногие выбирают альтернативный способ передвижения. Сергей Ларин – типичный городской житель. В семье есть машина, но не только во всемирный день без автомобиля, но и в любой другой день Сергей ездит на чуде китайского автопрома – самокате с электромотором. Благо, до работы ехать 10 минут. Вес самоката 12 килограмм. В принципе, он достаточно легкий для взрослого человека. Обращаться с ним очень просто. Он очень легко раскладывается, складывается, заряжается очень быстро. Буквально 6 часов – полная зарядка. На полной зарядке я езжу целую неделю. Цена вопроса немаленькая – 30 тысяч рублей. Куда демократичнее велосипед. Благодаря тем же китайским производителям встретить в магазинах их можно великое множество. Для самых разных целей и по хорошей цене. Очень хорошие велосипеды. Если велосипеды скоростные, не скоростные, а вот такие велосипеды сделаны, как в Советском Союзе. Очень хорошие велосипеды. Цены приемлемые. От 9 до 8 тысяч. Владимир Бубнов – один из тех, кто принципиально ездит на велосипеде. И не только до работы, которые у него относительно близко, но и на дальние расстояния. Не только автомобилем, но и общественным транспортом Владимир не пользуется уже много лет. Живу в Тарычево уже 5 лет. И 5 лет езжу. Потому что на дорогу тратишь не больше 10 минут. Езжу только дворами. Автомобиль в гараже уже 10 лет стоит. Не нужен. Общественный транспорт – стоять долго. И в нем все равно стоять. Все равно дольше получается. Во многих европейских городах нет смысла проводить день без автомобиля. Например, в Голландии уже сложился своеобразный культ велосипеда. О чем говорить, даже если премьер-министр ездит на работу именно на нем. В отличие от городов европейских, большинство российских городов пока еще мало приспособлены для движения двухколесного транспорта. И чтобы решиться на это, требуется определенное мужество. Но все же один раз стоит попробовать. Вдруг понравится. Максим Козлов, Владимир Бижонов. Видное ТВ. Максим Козлов, Владимир Бижонов.